Длинные ноги, идеальные лица и подтянутые фигуры. Кажется, что знаменитостями становятся только люди без изъянов. Но в настоящей жизни многие звезды выглядят иначе. Зачем они так меняют свою внешность? Мы все очень боимся осуждения общества. Общество, к сожалению, очень жестокое. Как на самом деле выглядит русская красавица Виктория Лопырева? Вот это я такая красивая молодая, вся такая сделанная. Как Виктория Боня заработала миллионы на фотошопе? У меня есть интеллект. Я умею общаться, я умею создавать вокруг себя деньги. Зачем Лариса Долина стирает себе морщины? Я знаю, чего я хочу от жизни. Я знаю, что мне делать вообще, в принципе, по любому вопросу. Как на самом деле выглядят истинные лица голливудских красавиц? Вот, допустим, селом ей потоньше таль. Если человеку комфортно, так, пускай, там, не знаю, себе третий глаз на лоб пришьет. И как советские режиссеры превращали знаменитых актрис в настоящих богинь? Викторию Лопыреву уже много лет считают одной из самых привлекательных женщин страны. Великолепной фигуре, стройным ногам и пышным волосам сорокалитней модели завидуют миллионы. Кажется, она сама не ожидала такой славы. Кажется, что, ну, просто, наверное, не может этого произойти. А потом вдруг случается, так бам, ну, вау, оказывается, возможно. Виктория с гордостью демонстрирует свою красоту, выкладывая фото и видео в социальных сетях. Вот только в реальной жизни она выглядит совершенно не так. Вот это фото Виктория выложила у себя на страничке. А вот так она выглядит в объективах папарацци. Шировые складки на талии, обвисшая грудь и второй подбородок. Но больше всего поклонники были возмущены вот этим снимком. Здесь Лопырева сама на себя не похожа. Есть определенный дань моди, где на этой маске твой носик целовальный называется. Вот так вот чуть приподнут и уменьшен. Не секрет, что Виктория делала операцию по уменьшению носа. Но иногда на ее фотографиях нос ведет себя странно. Он то становится тоньше, то меньше, а иногда задирается кверху. Дело в том, что иногда просто не хватает времени до конца обработать свою фотографию. А поскольку пресса и телеграм-каналы разбирают, как горячие пирожки, вот такие фотографии, в принципе, ничего страшного в этом нет. Ну да, кривая ты косая получилась, зато о тебе пишут. Мисс Россия 2003, номер 43. Виктория Лопырева, Ростов на году. Вот так Виктория выглядела 20 лет назад, когда стала победительницей престижного конкурса красоты. Такие круглые щечки, носик картошкой широкий такой. И, в принципе, такой одутловатый детский выражение лица, это было тогда. После победы в конкурсе ростовчанка Лопырева переехала в Москву и стала активно внедряться в светскую жизнь. Для начала Вика избавилась от внешности простой девчонки. Там все она себе сделала, что можно. Вот это я такая красивая молодая, вся такая сделанная, такая напоминает то ли Клаудию Шифер, то ли еще кого-то. В 2012 году Виктория Лопырева уже красовалась рядом с перспективным футболистом Федором Смоловым. Он мне сразу понравился, потому что он симпатичный молодой человек, высокий, с таким голосом, весь в татуировках. Вот так модель выглядит на фотографиях с футболистом. Правда, с Федором Вика рассталась через пару лет. А в 2017 появилась в обнимку со следующим женихом Николаем Басковым. Она меня вдохновляет. Ну, вы понимаете, а муза у меня мама в семье, ты же знаешь. Здесь вообще, ну, комментируется. К моменту встречи с мужчиной мечты Вика обзавелась пышным бюстом, тонкой талией и острым подбородком. Поклонникам она раскрывала очень простой секрет цветущего внешнего вида. Самое главное – это выражение глаз. Вот если глаза счастливые, то, значит, выглядеть будешь хорошо. А так и самый профессиональный макияж не поможет. Однако опытные мастера обработки фотографий говорят, Вика не только профессионально наносит макияж, но и умело правит свои фотографии. Вот мы берем, мы видим, нос должен быть маленький, здесь такой хобот большой, глаза большие, губы непонятно так. Значит, берем и начинаем уменьшать ее нос. Так, 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 вот видите, нос уже стал поменьше, существенно поменьше. Теперь мы берем кисть-карандаш. Стали получше губы. Кисти-карандаш – это инструменты в компьютерной программе. С их помощью мастер буквально рисует Вике лицо. Точно так она обрабатывает все свои фотографии. В 2019 году Виктория, наконец, вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова, а вскоре родила ему сына. Годы идут, а наша красавица все не стареет. Она, собственно, выполняет ту функцию, которая была красавицей, да, какой-то там мисс. И она пытается сохранить то, в чем она сильна. Каждый человек улучшает себя. Политик, для того, чтобы он был авторитетным. Звезда, для того, чтобы ее любили и покупали. Мы в любом случае, в любой профессии, продукт потребления. И сейчас очень большая конкуренция. И многие медийные люди именно торгуют вот этой вот картинкой. Без нее себя уже не продашь. Вот симпатий во лбу. Ольга Бузова в своих соцсетях и на обложках журналов выглядит идеально. И это с таким жестким графиком, как у нее. Гастроли, корпоративы, съемки на телевидении и в рекламе. Мне бы найти время на массаж и найти время на еще одну вокальную репетицию. Как ей хватает сил поддерживать свое лицо и тело в такой прекрасной форме? Секрет прост. Фотошоп и всевозможные фильтры для лица и тела. Бузова очень внимательно следит, чтобы фотографии ее не обработаны. Вот такого без гладкого лица, без правильного носа, чтобы они вообще в сети не появляются. Все они четко подправлены. Все четко по стандартам. За этим следит определенный ее продюсер, который такие суровые мужики с пистолетами. Но все же фотографии без обработки иногда появляются в желтых изданиях. Вот такой снимок Бузова выставила в своих социальных сетях. А вот так она выглядела в объективах папарацци. На фото фигура обычной девушки, а не богини. Но самые большие метаморфозы происходят с лицом певицы. На некоторых фото и видео заметно, что у Ольги далеко не тот совершенный овал. Так, вот у нас есть Бузова, выглядящая довольно страшно. И сейчас мы ее немножко подретушируем. Устраним морщины, все это удаляем. Удаляем, вот уже нет морщины, уже у нас классическая Бузова с абсолютно гладким лицом. Некоторые эксперты говорят о том, что Ольга злоупотребляет алкоголем. Поэтому на ее лице заметны отеки. Это вы правильное или нет? А вот я вам скажу, что Ольга Бузова честная. Вот она честная. Она не судится ни с какими большими порталами, выставившими ее в неприглядном каком-то виде. Мы не видим вот этих вот скандалов. Да, я могу выпить, да, есть такие видео, я их не буду удалять. Что это? На потребу разной категории зрителей? Нет, она просто честная. Тем не менее, зачем честная Бузова скрывает свое истинное лицо? Со мной тебе точно ничего не словить. Ты все знаешь, что все, что не о любви. Под масками и фильтрами предпочитает прятаться еще одна известная персона. Не оставляй меня, любимый. Певица и мама троих детей Анна Седокова выложила соблазнительное фото в купальнике. Таким изгибом может позавидовать каждая. Но уже на следующий день в сети появилась реальная фотография Седоковой. Целлюлит, обвисшая кожа и расплывшаяся талия. Все-таки вот то, что вот себя фотошопить в социальных сетях, это, скорее всего, для привлечения очередного мужа. Аня поспешила оправдаться перед поклонниками. Да, у меня есть целлюлит. Да, я пухленькая. Да, я некрасивенькая. Я вот такая, какая я есть. У нее все уже столько приделано там всего. И попа у нее сделана, и грудь у нее сделана, и губы сделаны, и детей она уже сделала. Да пусть будет, какая хочет. Телеведущая Ксения Бородина тоже мастерски владеет приемами ретуши. Но знаменитость пошла дальше своих звездных коллег. Она стала фотошопить даже собственные завтраки. Ксения выложила фотографию, где на тарелке лежит яичница с беконом. Вот только эксперты разглядели, что яичница не настоящая, а позаимствованная с сайта одного из ресторанов. Ну, видимо, она по-быстрому фотографируется с пустой тарелкой, а потом уже едет там красивый завтрак, фотошопят. Ну, и кому же это экономно, так как нужно в хорошем ресторане есть, заказывать крутой завтрак. Как она дома поела, с тарелкой сфотографировалась, а уже в соцсетях у нее лежит красивый завтрак. И она сама красивая и худая. Правда, не такая уж красивая. В сеть попали фотографии Бородиной в неприглядном виде, с седыми волосами и прыщами на лице. Увидев такое, телезвезда заявила, что больше не позволит фотографировать себя журналистом, в чем арсенале нет профессионального света. Если Бородина сказала, что она больше с прыщами и с седыми волосами не выйдет на публику, вот хорошо, это значит, этот повод был задуматься просто без всяких фотошопов. Пойти к косметологу, может быть, покрасить волосы и выйти в свет. И все будет замечательно. Идеальные лица, идеальные фигуры и даже идеальные завтраки. Вот только в реальной жизни фотошоп не поможет. Неужели звезды не боятся однажды остаться неузнанными? Семидесятилетняя Любовь Успенская даст фору любому молодому блогеру. Она ведет соцсети, где кроме информации о концертах, активно выкладывает фотографии, где выглядит настоящая богиня. Ну, что сказать, женщина сильная и самодостаточная, которая сделала себя сама. Этот снимок обнаженной певицы в душе вызвал шквал комментариев. Поклонники обвиняли Успенскую в желании подогреть интерес к своей персоне. Голая на седьмом десятке. В ответ Любовь выложила еще один снимок на пляже. Любовь Успенской начинала, может быть, мало кто помнит, очень скромно. У нее было вот такое какие-то подгорло какие-то наряды. С течением времени, с появлением денег, с доступом к дорогой косметике, к брендовым нарядам, она сейчас себя ощущает дивой. Вот так выглядела Успенская почти 20 лет назад. На этом видео певица максимально естественна. Я такой человек, я всегда себя настраиваю на худшее. В результате всегда получаю, всегда в итоге лучшее. А вот так Люба выглядит сейчас. Разница, как говорится, налицо. А для чего нужно все время себя показывать со стороны, что я вот такая вот, не дивная, я такая святая? Нет. Вот уже вот скоро вот 18, а потом и 16 впереди. Обязательно как можно больше пластических операций делать, как можно больше наносить на себя фейсапа. Вот. Это все наше, родное. Певица Наталья Штурм не осуждает звезд эстрады за любовь приукрасить себя. Как я могу осуждать других, если я сама такая же? У меня желание довести себя до совершенства, в принципе, стало как навязчивая идея. Наталья Штурм давно перешагнула возрастную отметку 50, но при этом не рассталась с образом секси-студентки. Певица буквально атакует поклонников своими горячими фотографиями. И в фантазии ей не откажешь. Это выглядело очень странно. Но вы знаете, у Штурм тут она очень как-то открыто говорит про это. Ну, она вот об этом сама говорила, что да, я вообще ищу, по-моему, это было в период пандемии. Я вот хочу найти в одном лице помощника и любовника. Конечно, ведь иных доходов у Натальи Штурм попросту нет. Певица прославилась в 90-х единственным хитом про школьный роман. Зато теперь тысячи людей знают, как выглядят ягодицы Натальи Штурм. Она фотографируется в соблазнительных позах и уверяет, что такой контент приносит немалый доход. Каждая выбирает для себя. Слава богу, выборы есть, ребята. Это же счастье. Вот в прошлом веке у моей мамы, например, которая в этом году 90-е лет исполнилась, у них такого выбора не было. У Любы Успенской, как и у Натальи Штурм, тоже есть выбор. Эта певица не устает подчеркивать, появляясь на публике под руку с молодыми спутниками. Она, конечно, очень много денег тратит на пластические операции, на пластических хирургов, потом на то, чтобы судиться с ними. Но правду, как и возраст, скрывать все сложнее. Вот такую Успенскую сняла ее собственная дочь Мария. Люба прикрывает лицо руками, чтобы не сильно удивлять поклонников своим внешним видом без фильтров. Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы услышали плач женщины, которая поет. А вот на этом видео Успенская поправила себя при помощи фильтров, поэтому открыто кокетничает с публикой. Если мне это не в форме, я бы всегда пришла просто поддержать мою дочку. Мне кажется, она очень-очень хорошо выглядит для своего возраста, и мне кажется, что в этом плане есть у нее, о чем поучиться. Не забывает Успенская и про фигуру. Ее бюсты бедра на фотографиях выглядят подтянутыми и практически идеальными. Певица действительно в неплохой форме, но все равно продолжает использовать фотошоп. Например, на этом снимке певица сгладила целлюлит на бедрах. Но забыла про зону под коленями, и это очень заметно. Вот здесь мы видим замазанное у нее бедро, очень сильно так замазано. Здесь было видно целлюлит, шутки. Точнее, он остался немножко и видно. Так выделили по линии ее, обвели вот так вот. Потом сделали эффект гауссовое размытие, и по гауссу размыли. Так что здесь не осталось ни родинок, ни волос, ничего. Талия на снимках певицы тоже гуляет. Здесь она абсолютно нормальная. А вот тут неестественно тонкая. Личное дело каждого и крайность понятия относительная. Если человеку комфортно так, пускай, не знаю, себе третий глаз на лоб пришьем. Все пользуются сейчас этими благами, потому что это модно, это нужно, это комфортно. Это лучше, чем сидеть, рисовать, краситься, выставлять свет. Это Грета Горбова оставляла по два часа сама себе свечки и держала вот так, и определенным образом фотографировала себя, и остались шедевры. Тогда не было фотошопа, но тогда была цветокоррекция. Какие только способы не придумывали кинематографисты, чтобы скрыть возраст и дефекты внешности. В 1974 году на экраны вышел фильм «Скворец и Лира», где 70-летняя Любовь Орлова играла роль 30-летней женщины. А вам куда надо, Михаил Михайлович? Слушай, я тебя не узнал. Я думал, мальчишка какой-нибудь. Чтобы скрыть морщины актрисы, особенным образом выставляли свет, подбирали специальные объективы. Одна линза была вот так вот, чуть-чуть под углом стояла, внутрь объектива. Поэтому, когда снимали портрет, то вот капли дождя, например, да, все. И получалось, что там вокруг каждой капельки вот этой, сияющей, да, ареолы, ареолы все было. Наши операторы додумались до того, чтобы натягивать чулок на камеру и визуально разблюживать лицо, и актриса оказалась в кадре моложе и сама себе очень сильно нравилась. Элина Быстрицкая, которая в 60 лет могла похвастаться кожей без морщин, всю жизнь утягивала лицо. У нее был такой эластичный бинт, которым она на ночь действительно очень интересно заматывала лицо, чтобы все убрать под волосы, и это была такая естественная маска. Надо себя уговорить, что это необходимо. Людмила Гурченко носила жесткие корсеты, в которых едва могла дышать. Зато фигура выглядела так, будто ей по-прежнему 20. Голливудская дива Марлен Дитрих натягивала кожу лица скотчем или золотой цепочкой под подбородком. Не может показаться странным использовать ваш язык, но это вопрос веры. Слышала, но не знаю, насколько это правда, что одна из актрис разглаживала себе морщинки после съемок утюгом на режиме шелка. Потому что очень был тяжелый пластический грим, и она каждый день после съемочного процесса приходила и проглаживала себе морщинки по массажным линиям утюгом. Маски и фильтры начали придумать еще в 1990 году. И постепенно, постепенно, сначала это чижик, пыжик. Сначала в кино все это использовалось, да, и через некоторое время появились фильтры. Они все усовершенствуются и совершенствуются. Совершенствуется с каждым годом и другая богиня российской эстрады – Лариса Долина. В свои 68 лет она не стесняется ходить в коротких шортах и надевать платье с декольте. Пополам небеса, пополам земля, пополам я сама, не случайно. Хитеры, конечно, атакуют меня с каждым новым постом, который я выкладываю. И в основном придираются к тому, что я одеваюсь не по возрасту. Еще раз повторяю, одеваюсь я по состоянию души. И если я хорошо выгляжу, то почему бы мне не показать свои коленки? Коленки Лариса показывает. Вот только непременно украшает свои фотографии и убирает недостатки. На своем свежем снимке в соцсетях Долина уже отдаленно напоминает себя настоящую. Чтобы поправить себя, артистка пользуется самыми простыми инструментами. Которые заметны даже непрофессионалу. То есть мы делаем размытие, и кожа уже стала не такая страшная. И вот морщины уже исчезают. Мои волосы сейчас нарастим. То есть просто размазывание, простейший инструмент. И вот, пожалуйста, уже удоленные, все гораздо лучше, красивее. Артистку раскритиковали поклонники, отметив, что она теряет связь с реальностью. Ну, это вызывает тоже очень такое, очень странное впечатление, впечатление определенной неловкости. Певица уверяет, что чувствует себя на 35 благодаря правильному питанию. Она придерживается интервального голодания. Последний прием пищи в 15.00. И пьет коллаген, который якобы возвращает молодость. На этих фотографиях Лариса Долина и вовсе выглядит на 20. Правда, лицо больше похоже на маску. Я знаю, чего я хочу от жизни. Я знаю, что мне делать вообще, в принципе, по любому вопросу. Ларису спалил коллега по шоу-бизнесу Алексей Глызин. Он выложил свой снимок с Долиной. Но откуда мужчина мог знать о фильтрах? На фотографии видны все морщины, которые Лариса так тщательно пытается скрывать. Вы понимаете, в чем дело? В чем как бы такая вот ошибка, такой снобистской немножко публики, которая там говорит, ну как это, как это можно? А вот так это. Она не выглядит на 70. Зачем еще-то моложе? Это вот какой-то вот нужно кнопки. Кнопки в телефоне есть по фотошопу, а вот кнопки стоп нету. Похудевшую Аниту Цой обвинили в том, что она переборщила с фотошопом. Я целую тебя в губы, кружит. Певица подверглась критике из-за фотографии в обтягивающем топе и коротких шортах. Поклонники посчитали, что артистка приделала свое лицо к чужому телу. Правда, сама Анита это отрицает. Если у женщины роскошные плечи, красивая шея, великолепная грудь, почему бы ей не сверкнуть? Но понять не смог ты, что я рядом. Я и есть любовь. В 2020 году артистка болела коронавирусом и поправилась почти на 17 килограммов. У Аниты произошел сбой гормонального фона, и она не могла заниматься спортом. Но после болезни певица снова начала следить за питанием и вернулась в спортзал. За несколько месяцев Цой удалось скинуть 9 килограммов. Чем она поспешила поделиться с поклонниками, выставив провокационное фото. Желание владеть таким артистом с красивым телом, это всегда было нормой. И были у меня времена, когда мы проходили то же самое, и нервировали женщину, зато мужчину с удовольствием, с удовольствием принимали нас везде и всегда. Но поклонники не поверили певице, ведь ей уже за 50, а на фотографии тела 25-летней девушки. Сейчас очень много программ, которые ты там набираешь, там, я хочу выглядеть там на 25-30 лет. И тебе этот так называемый искусственный интеллект тебя выдает таким красавцем, подтянутым или подтянутой, да, стоячей грудью, с пухлыми губами. Но это уже больная психика, я считаю. Анита Цой оправдывалась и приводила в пример американскую певицу Дженнифер Лопес, которая в свои 53 года выглядит с ног сшибательно. Дженнифер так тщательно следит за фигурой, что даже застраховала свою пятую точку на 300 миллионов долларов. Певица не стесняется демонстрировать свое не по годам подтянутое тело. Но идеальная картинка далека от реальности. В прессе все чаще появляются фотографии певицы без обработки. Оказывается, самая дорогая часть тела в мире не лишена целлюлита и растяжек. Актриса Линдси Лохан на снимках папарацци зачастую выглядит далеко не идеально. Но вот сама знаменитость любит приукрасить себя на фото. Правда, довольно неумела. На этом снимке актриса увеличила пятую точку и уменьшила талию. Но не учла, что от таких манипуляций мебель в ее комнате буквально поплывет. Такими же фотоляпами прославилась блогер Гуар Аветисян. Вот, допустим, сделаем ей потоньше талию. Очень часто после фотошопа видны такие вещи, как изменение половика. Видите, половик здесь стал кривой. Текстура стен меняется, окна становятся кривые, обтекающие фигуру. Это все нормальное явление, это последствия фотошопа. Телеведущая Анфиса Чехова, как она уверяет, стала жертвой подобного фотоляпа. Актер Стас Садальский выложил их совместную фотографию. Анфиса в красном платье выглядит грузной. Но буквально за час до этого Анфиса поделилась с подписчиками снимком в том же красном платье. На фото она выглядит в два раза худее. Чехова тут же стала оправдываться. Стас, он просто решил себе живот сделать поменьше. А когда ты фотошопишь в плохом фотошопе, то ты как бы себе уменьшаешь, а другого растет. Он не обидел меня, просто он неудачно профотошопил, и все решили, что я вру в своем аккаунте. Правда, позже Анфиса все же призналась в том, что часто использовала фотошоп, чтобы сделать себя более стройной на фотографиях. Насколько я не принимала себя в том весе, в каком находилась. Внешне мне все говорили, ой, ты и так хорошо выглядишь. А психологически я себя чувствовала страшной. И поэтому фотошопила себя. Знаменитость с юности сталкивалась с критикой в свой адрес из-за чересчур пышных форм. Когда Анфиса поступила в театральный институт, преподаватели отказывались давать ей главные роли. Лицо у вас Джульетта, а тело ее кормилица. Что вы будете играть? Мне давали роли играть довольно странно. Ну, в основном падших женщин. Потому что как падшая женщина, да, она может иметь грудь, попу. Анфиса навсегда оставила мечту о театре и стала вести скандальную программу «Секс с Анфисой Чеховой», где ее выдающиеся формы были настоящей изюминкой. Она была мечтой вообще любых мужчин 90-х годов. И когда вот эта вся эротика хлынула на наши экраны, то там уже неважно, трактористы или депутаты, или, может быть, даже президент, или кто угодно засматривался. Завтра в столице оттепель, слякоть и леденящийся фон. В пригород залетит небольшой ураган. Но Чехова мечтала о стройной фигуре. В попытках похудеть она перепробовала десятки диет. Однако эффект был кратковременным. У меня начались проблемы со сонами головного мозга, в которые не только панические атаки, головокружение, обмороки, синяки под глазами, тревожное состояние, паранойя, депрессия. Вес Анфисы достиг 100 килограммов. Этот период совпал с проблемами в личной жизни. Ее супруг, который даже ее назвал, насколько я помню, коровой. Представляете, какое оскорбление для любой женщины, когда тебя называют коровой. При этом в социальных сетях подписчики видели фотографии Анфисы с идеальной фигурой. И даже не догадывались, что творится за этой глянцевой картинкой. Мы все очень боимся осуждения общества. Общество, к сожалению, очень жестокое. И поэтому я себя фотошопила, чтобы меня не осуждали, чтобы кому-то хоть нравились мои изображения. Но фильтры на фотографиях принесли только еще больше критики. Поклонники советовали телеведущей чаще смотреться в зеркало, чтобы не забыть, как она выглядит по-настоящему. Критика очень часто с унижением граничит. И люди сейчас уже не понимают, где критика, где просто, ну, как сказать, демонстрация собственного превосходства или унижения. В итоге Чехова даже обратилась к психологу и только тогда смогла поворотить свои комплексы. Но теперь, уверяет 45-летняя телеведущая, она на самом деле постройнела и похорошела. И готова помогать другим. Анфису больше не приглашают на телевидение, зато она открыла собственные курсы. Она там берет даже 190 тысяч за ВИП какое-то обслуживание. Это почти 2000 евро за то, чтобы человек похудел. Ну, это же полностью абсурдно. За что берет такие безумные деньги? Недавно знаменитая актриса и секс-символ Памела Андерсон шокировала поклонников. Леонард, мне очень понравился наш вечер. Я рад. 56-летняя звезда фильма «Спасатели Малибу» появилась на красной дорожке без грамма макияжа и запретила глянцевым изданиям поправлять ее внешность. Памела считает, что настало время снять маски и вернуться к натуральности. Какой ваш секрет красоты? Сегодня не делать вообще ничего. Это независимость. За натуральность выступает и другая знаменитость – Моника Белуччи. Актрису не раз признавали самой красивой женщиной мира. Сейчас некоторые критикуют ее за то, что 59-летняя звезда ничего не делает со своими морщинами. Но Белуччи предпочитает оставаться естественной. У тебя будет все после того, как ты меня поцелуешь. Российская знаменитость Виктория Боня несколько лет уверяла подписчиков, что ее красота естественная. Посмотрите, как натянулось лицо. Это просто вот дома своими руками. Звезда делилась, что не доверяет свое лицо врачам и косметологам, а с морщинами борется при помощи массажей и гимнастики для лица. Я не ходила к косметологам, я не делала никаких процедур, уже не говоря про инъекции, я не делала ничего. Но что вы видите? Глаза распахнулись, лицо натянулось. Видя матовую кожу без морщин и возрастных изменений, подписчицы платили немаленькие деньги за курсы Виктории и Бонни. Я достаточно образованная, у меня есть интеллект, я умею общаться, я умею создавать вокруг себя деньги. Но летом 2023 года все узнали правду. Оказалось, что Вика без зазрения совести пользуется фотошопом и накладывает фильтры на лицо. А на самом деле ее идеальная кожа выглядит вот так. Виктория Боря, которая для всех была такая красавица-раскрасавица, а тут раз она вдруг показывает, что у нее есть и гравитация лица, что она уходит вниз, что и губы идут вниз, носогубки появляются, что и лицо не персикового цвета уже. Морщины, синяки под глазами и расширенные поры. Эти фотографии обнародовал знаменитый пластический хирург Чиачи Као, который делал операции звездам Голливуда. К нему Виктория Бонни обратилась за модными лисьими глазками. Вот такой же прозрачный будет. То есть он будет вот так накладываться на костную ткань. Такую операцию доктор Као уже делал для американской модели Беллы Хадид. Вот так самая красивая женщина современности выглядела в юности. А вот так после тайной пластической операции у доктора Као. Лицо сузилось, а уголки глаз приподняты вверх. Такая операция стоит 250 тысяч долларов. Но Виктория Бонни выпросила скидку. За это хирург получил право раскрыть все секреты звезды. Он заявил, что его пациентка уже делала подтяжку и блефаропластику. Хотя раньше Вика это отрицала. Пластику я делала никогда. И я надеюсь, что никогда делать не буду. Мне бы очень хотелось ставиться, естественно, образом против резания, против перекраивания. Тем не менее, Боня буквально перекроила свое лицо. Американский хирург поднял кончики глаз, ставил импланты под веки и возле носа, убрал морщины на лбу и еще больше увеличил Виктории губы. Продавала интервью. У нее еле-еле шевелится верхняя губа. И она сама говорит, что нет никакой чувствительности. О чем это говорит? О том, что мышцы, которых огромное количество на лице, были затронуты абсолютно во всех местах. Абсолютно. Это была какая-то такая глобальная, скорее всего, сделана подтяжка. Три месяца телезвезда носила очки и скрывала лицо после операции. Она обещала выложить фотографии, если подписчики скинутся по 3 тысячи рублей. Но этот бизнес-план провалился. Наконец, Виктория сняла очки. Сейчас я пойду на прикол. Я сниму очки. Я сегодня в каминг-аут. Виктория признается, что сама восхищена результатом. Она помолодела на 20 лет, а ее кожа словно кожа младенца. Но некоторые эксперты с сомнением относятся к словам телезвезды. Она говорит, вот выбей фейс, я без фильтров кое-что здесь сделала, я рассказываю, все остальное не трогала. Но специалисты смотрят в шоке вообще, потому что там дофига всяких фильтров. Ну зачем ты врешь? Ну ты врешь даже сама себе. Вы поймите, что у нее уже климакс на носу. Климакс, а не вздернутость носа. Всем критикам Виктория дает достойный отпор. Ей 44 года, она красива, богата, и о ней по-прежнему говорят. Плохой пиар – это тоже пиар. Это мой девиз по жизни. То есть сегодня я должна быть чуть выше, на 2 миллиметра буквально выше того, что было вчера. Это тот рост, который мне нужен для того, чтобы я чувствовала себя полноценно. Чувствовала, что я не существую, я живу. Анастасия Волочкова тоже живет полноценно. На широкую ногу. Балерина ездит на курорты, хвастается новыми мужчинами и дорогими подарками. Но почему фотографии звезды часто вызывают лишь ироническую улыбку? Вы знаете, у меня все прекрасно, у меня замечательные фотографии всегда получаются, вызывающие, вы знаете, ажиотаж и реальную зависть человеческую. Смальдив, где мое прекрасное, стройнющее тело в мини-купальниках. Понимаете, вот во всей красе, в фаворе, вот я там выгляжу, вот эти фотографии многих раздражают. Не раздражают, а поражают воображение. А все потому, что балерина крайне неумело пользуется фотошопом. Вот эта фотография из Турции заставила поклонников смеяться. Волочкова так удлинила ноги и сузила плечи, что стал оказаться трехметровым инопланетянином. У Волочкова я в живьем несколько раз видел, а у нее огроменные плечи, больше, чем у меня, такие, как у здоровый мужик. Огромные плечи и узкие бедра, то есть очень неженственная фигура. И если ее оправдать таким путем, то будет она еще более неженственная. Я к этим фотошопам никак не отношусь, я в них не нуждаюсь, что касается формы, потому что мой фотошоп и видеошоп, вы знаете, это балетный зал, ежедневные репетиции, занятия, русская баня. А еще рюмка другая горячительных напитков. Настя так часто злоупотребляет спиртным, что гримерам все труднее спрятать следы на ее лице. Выглядеть Анастасии стало сильно хуже последнее время из-за того, что, к сожалению, перебирается алкоголем. Мы это видим, она это не скрывает. Она говорит, что да, я пью просека и всем желаю этого. Когда-то Волочкова была примой Большого театра и гордостью русского балета. О ее красоте писали зарубежные издания. А вокруг увивались десятки богатых женихов, которые делали балерине царские подарки. У меня вот квартиры есть две. Одна в Москве, другая в Санкт-Петербурге, в центре, возле русского музея. Мне подарил эти квартиры Сулейман Керимов, с которым мы жили 3,5 года. Это вообще любовь всей моей жизни. Но счастливой семьи с миллионером не получилось. И жизнь Насти покатилась под откос. Скандалы в Большом театре, громкое увольнение, суды. Волочкова постепенно приобретала скандальную славу. Это труженица с харизмой, которую действительно талантом поцеловал творец. Но в настоящий момент, по всей видимости, ей выгоднее быть фриком, чем дивой. С годами Волочкова сменила главную сцену страны на подиумы в ресторанах и домах культуры. И стала главным героем «Желтых изданий». Волочкова играла в любовь с Николаем Басковым, хвасталась романом с Джимом Керри и щеголяла белым майбахом от дальневосточного миллионера. И все поклонники, по словам Насти, ценили в ней натуральную красоту. Хотя мы прекрасно знаем, что она делала грудь, всем это известно, и это очень сильно бросается в глаза. Потому что вот и, опять же, импланты, которые у нее установлены, края имплантов уже видны сквозь тонкую кожу. Знаете, чем идти к пластическому хирургу и вмешиваться в свою природу, которая начинает мстить, лучше подфотошипить себя на картинке, чем подставляться под нож. Звучит как признание. Значит, балерина все же колдует над своими фото, чтобы выглядеть лучше. Огромная команда в виде медиков, которые чаще всего капельницами убирают отеки, добавляют витаминов для более свежего цвета лица, нивелируя немножко серость и яркую пигментацию цвета кожи. После этого пластический грим или тейпы, которые визуально натягивают лицо. Эти кадры Волочкова выложила летом. Идеальная кожа, пышные волосы, стройная фигура. Но ведь еще недавно в одной из программ Настя выглядела вот так. Вы знаете, у меня у самой слезы на глазах. И есть от чего плакать. Последний громкий роман с банщиком закончился скандалом. Дочь заявила, что стыдится собственной матери и не желает видеть ее на выпускном балу. Соседи по элитному поселку подали на балерину в суд за моральное поведение. Если бы можно было отредактировать не только внешность, а саму жизнь, Волочковой бы стоило воспользоваться такой услугой. Смотрим все вместе, что будет дальше. В предновогодние дни могу только посоветовать ей, чтобы она придумала что-нибудь большое и воплотила. У нее пока получается не плохо. Певица Ани Лорак не может смириться со своим внешним видом, поэтому постоянно себя редактирует. Правда, иногда случаются провалы. На этом снимке бедра Ани получились уже, чем талия. Волосы и рука вообще уехали в сторону. Аня Лорак. Поет она песни, имеет голос. Ну, нет у нее фигуры. Ну, что ж теперь? Вот одну часть себя отфотошопил, вторую не успел. Торопишься, торопишься. И в последний момент мазанешь чем-нибудь. И там вообще половина туловища съезжает. Не может смириться со своим реальным весом и Аня Семенович. Недавно она выложила фото на яхте. Стройная фигура, талия, длинные ноги. Но певица забыла про отражение в стекле. Анечка, если ты уж так делаешь, ну, уже обратись к тем, кто занимается этим вопросом профессионально, чтобы они тебе чуть-чуть поуменьшали. Хотя я не советую. Ты настолько, настолько лакомая, настолько вот манящая к себе женщина, что тебе что-то уменьшать или что-то увеличивать нет никакого смысла. Эти знаменитости выдают свою жизнь за глянцевую картинку. Они спешат уверить поклонников, что успешны, молоды и хороши собой. Но на самом деле за идеальной внешностью скрываются комплексы, страх постареть и стать никому не нужным. И эту проблему фотошоп точно решить не может. Продолжение следует...